Всем привет, меня зовут Влад А4, Глент, Юля. И добро пожаловать в большой, средний или маленький кусочек еды челлендж. Этот ролик будет только про кайф. Абсолютный кайф на Бали. Чтобы вы понимали, мы сегодня последний день на Бали. Мы сегодня ночью уже улетаем домой. Но перед тем, как улететь домой, мы собрали всю самую вкусную еду на Бали. Чтобы съесть ее в последний раз. Но все не так просто. Каждый из нас будет хотеть наесться этим ингредиентом. Потому что он будет очень кайфовый. И возможность съесть этот ингредиент будет только сегодня. И в общем, кому-то достанется большой кусок этого блюда. Кому-то средний, а кому-то совсем малюсенький. Ну что, я думаю, нам уже стоит начинать. Неси нам первый ингредиент. Вкусняшка. Это мой самый любимый фрукт. Ребята, я официально в этом видео сейчас заявляю, что мангустин это мой самый любимый фрукт в мире. Вот вкуснее этого ничего не бывает. Если вы никогда не пробовали, пожалуйста, попробуйте. Это объедение. Вы понимаете, что когда мы поедем к себе в город, то у нас не будет возможности есть мангустины каждый день. Шавель зато растет. Будем шавель есть. А узнать, кто какой кусок еды будет есть, помогут вот эти вот бумажечки. Берите себе каждый. Большой! Блин, маленький кусочек мангустина. Вот этот вот зубчик чеснока, это тоже можно наесть, попробовать. Я его так рассмакую, это вообще, вот, вот, смотри, вот просто вот, просто вот. Ох, сколько рецепторов сразу окунаются. Это очень вкусно. Ну, у меня чуть побольше. И все ингредиенты, которые мы будем сегодня есть, мы будем есть в последний раз. Буквально через пару часов мы уже выезжаем в аэропорт. Я не могу, мне ноги сводит. Но впереди еще много разных ингредиентов, все они будут вкусные, кайфовые, классные, поэтому нам еще, надеюсь, поведет. Последний. Ну что, ребята, давайте поскорее ко второму раунду, чтобы попробовать второй ингредиент. Это сюда просто мое большое. Блин, ну манго тоже в городе очень сложно найти вкусное. А здесь все манго вкусное. Давайте уже узнаем. Как хочется манго, давай перемешать. Я первый вытягиваю, и мне достается... Нет! И так... То же самое? Я не могу просто фортить, ребята. Офигеть, вот этот ежик идет ко мне, просто вкуснейший. А перед тем, как мы съедим наше манго, я бы хотел кое-что у вас попросить. Ребята, кто смотрит это видео без подписки? Подпишитесь, пожалуйста. Я недавно зашел в статистику канала и увидел, что 41% людей смотрят наши ролики без подписки. Ребята, 41%! Вы понимаете, что из миллиона зрителей 400 тысяч смотрят без подписки. Это правда очень много. Если это про тебя, и ты смотришь это видео без подписки, нажми, пожалуйста, на красную кнопочку подписаться. Эта кнопка сделана для того, чтобы ее нажимать. Вот смотри, видишь кнопку? Так надо сделать. Приступаем. Ну, ешь, чего ты смотришь? Ой, какой он вкусный. Считай, что я твой кусок уже скушал. Блин, он такой вкусный, чуть-чуть кисленький и супер сладенький. Я бы на этом вместе с кожурой бы съел. Я сейчас обгрызу. Все, я съел все просто, что можно было съесть в этом манго. Вкусновато, но маловато. Не знаю, что у вас-то маловато. Блин, вот так бы весь ролик продолжался. Все, манго наелся, можно уже вылетать просто назад. Нет, еще рано вылетать. Я еще не наелся. Идем дальше. Я уже чувствую этот аромат. Ребята, знаете, что это? Это самое необычное, странное и в принципе... Самый дорогой кофе в мире. Реально? Да. Да, этим же он и славится, тем, что это самый дорогой кофе в мире. Не этим он славится. Я знаю, что он славится. В общем, этот кофе очень популярен тем, что вот это животное, его зовут лювак или суслик, лазит по деревью, где растет кофе, кушает его, а потом какает этим кофе, потом это кофе собирают, и вот оно перед вами. Вкусняшка. Это кофе, которое прошло через суслика. Да. Но на самом деле, хоть оно и прошло через суслика, ну то есть, если по-русски, его выкакал суслик, но оно очень дорогое и очень вкусное кофе. И его на Бали очень много. Вытягиваем. Смотрите, сейчас опять большой. Мне кажется, там не перемешали, конечно. Я знаю, что у Юли. У Юли большой, 100%. Да. А у тебя какой? А у меня какой? У меня средний. Опять? Маленький, ну почему? Ну почему? У меня будет всего лишь вот эта вот маленькая рюмочка кофейка. Вы спросите, пахнет ли сусликом? Не пахнет. Оно пахнет чуть-чуть кока-колой, если посохрить. Очень похоже на колу. Кстати, да, есть такое. Ну что, ребят, выпьем за то, чтобы вернуться еще раз на Бали. Наша последняя кружка кофе. Как же оно пахнет. Горячеватый, конечно. Блин, мне, конечно же, не хватило в очередной раз. Но зато у меня больше причин вернуться на Бали, чем у вас. Я сейчас так взбодрюсь. Ребят, обязательно его попробуйте. Что, хочу растянуть удовольствие. Ну мы подождем, хорошо? Подождем, да. Шел 46-й год. Итак, у меня последний глоток. Это вот столько же, сколько у меня было в рюмке. Погнали дальше. Просто нимб загорается, играют ангелы, все кричит. Вы еще даже не знаете, что это. Давайте вам объясню. Да. На Бали самый вкусный киевси в мире. Потому что они все свои блюда делают немножечко остренькими. И они получаются ну просто невероятными. Я в Беларуси вообще не ем киевси никогда. Ну просто не хочется. А здесь я просто объедаюсь бургерами. Ребята, этот бургер очень вкусный. Уступим маленький кусочек девочке. Ну-ка. Сейчас как захаваю. Все на огромные. Пожалуйста, все везение сюда просто приходит. Ну только небольшой, но это будет не честно. Средний, маленький, но я уже продвигаюсь по карьерной лестнице. О, да. Ну забирайте свои кусочки. Блин, там просто большой, сочный кусочек курочки, который островат, который с соусом. А ты накаркивал, сказал, что я возьму маленький? Ой, накаркивай, накаркивай. Вот между друг другом там накаркивайте, а я буду большие кушать. Запах, все, я бы если учу, я бы слепым дошел бы до KFC, я вам реально говорю. Ребят, он очень вкусный. Вам может кажется, что мы едим обычный бургер, но просто представьте обычный бургер и сделайте его вкуснее в 10 раз. И знаете, вот что самое грустное, что такой вкусный бургер в KFC есть только на Бали. Мне кажется, он волшебный, он дает сил, он вот просто хочется бегать, прыгать, рушить все. Очень вкусный бургер. Такой остренький, такой приятненький. Вкусновато, но маловато. Маловато. Полный бургер, ребят. Это очень вкусно. Мне нужно 2 секунды. В общем, ребят, вывод этого раунда, попробуйте KFC на Бали. Ребята, это кокосовая вода, это молодой кокос. Посмотрите внутрь, видите, там водичка. Это натуральный заменитель воды. Она растет на деревьях, ты можешь купить ее на любом пляже, в любом магазине. И просто ее пить. Обалдеть. Ааа, вот это, конечно. Освежающе. Ну давайте уже, тяну. Все, я вытаскиваю большой. Все, мне надоели ваши вот эти детские терки. Нет, все, нет. Большой мне будет. Ну, вскрываем карты. Я же говорил, большой. Блин, мне прет, мне реально прет. Ребят, вот доказано не раз, везение существует. Я вам его передаю только, если вы нажимаете кнопочку подписаться. Все, нажимайте обязательно. Ну, жду это. Я выпиваю за раз по два кокоса вообще сразу. А сейчас досталось вот только. Окрыляет, окрыляет вообще, ребят. Он такой сладкий. Это просто великолепно. И то есть это не какая-то сладкая как газировка, не то что она непритерная. Это просто как водичка, только вот чуть-чуть вкуснее. Настолько освежает, просто хочется поднять дом и унести его куда-нибудь. Гоу дальше. Так, это тамарин. Очень странно выглядит, это какая-то сухая. В твердой оболочке. Внутри вас ожидает вкуснейший сухофруктик. Ну давайте тянуть, давайте уже. Короче, кому-то достанется три тамариндика, кому-то два, а кому-то один. Давайте вот так. Это была моя бумажонка. Бумажонка. Опять большой? Не знаю. Я в шоке, ребята. Это что-то непонятное. Я не понимаю, как это происходит. Ладно, давайте зрителям расскажем, что такое тамарин. Каждый берет себе свой и начинаем чистить. Снимается вот так вот кожурка, оболочка. Чтобы получить такой вкус, мы обычно высушиваем фрукты и делаем сухофрукт. А здесь это прям то, что растет. То есть это уже сразу. Ну что, кто первый? На жвачку похож еще очень сильно. И косточки у него здесь вываливаются. Блин, ребята, офигенная штука. Если вдруг где-то увидите когда-нибудь, попробуйте. Это натуральный сухофрукт. Ребят, косточки просто вообще смешные какие-то. Ну, это не передать словами этот вкус. Он очень непонятный. Даже чутка виноградом отдает. А мне это ассоциируется с сушеными яблоками очень похожи. Гений. Реально очень похожи. Короче, это все сухофрукты в одном. Очень вкусно. Последняя бубенка. Погнали дальше. Арбуз. Посмотрите, какой смешной маленький кусок. Да что ты смеешься, это тебе достанется сейчас. Нет, нет. Все, я забрал большой, сто процентов. Нет. Ну, у меня на самом деле неплохо. Прямо как я и хотела. Ну, давай, показывай, что там у тебя. Ну, ты же знаешь. Не знаю. Да что ты знаешь? Да у меня опять маленький дознался. Это что это? Дознался, это что это? Это какой-то бригону. Я не знаю. Это чудо просто какое-то. Ну, на, ешь. Это тебе шлем. Держи. А вы заметили, что он без косточек? Даже Степан был с косточками. Это особенность арбузов на Бали, что здесь все арбузы без косточек. Это офигенно. Ну вот он, кусочек лета. Лето, которое сегодня закончится. Такой прям идеальный просто. И напиться можно, и сладость чувствуется, в общем. Золотая середина. Я, как всегда, просто сижу, жду. Я могу тебе вот эту зелененькую отломать. Нет, это твой шлем будет. Ребята, мне надо отлучиться в туалет. Ну, а мы пока подготовим следующий раунд. О, на одном бургере все не закончилось. Ребята, это не просто рис. Это рис, который продается в KFC. И он божественный. Нормально. Ура! Ура, ура, ура! Мне достался наконец-таки большой кусок. Средний. У меня снова маленький. Ты даже ничего не объяснил. Да нечего объяснять. У меня большой. Все, все знают, что нужно делать. У меня последний кусочек остался. Он еще упал, смотри. Я эти свои рисинки просто делю, как могу. Миллион, миллион из десяти. Это просто очень вкусно. Запуливаю последний кусок. Ну что, рис, увидимся через год. Пока. Следующий раунд. Блин, я вот забыл, забыл, забыл. Ну как называется? Волосатики. Волосатики, это по-русски. А это называется рамбутан. Что могу про него сказать? Это тоже очень вкусный фрукт, который сложно найти в городе. А здесь его на каждом кусте. Большой, большой, большой. Ну если тебе попадется снова большой, то это чисто вообще нечестная игра. Это я вообще сдаюсь. Я просто ухожу из этой игры автоматически. Скажи сразу, что у тебя. Нет. У тебя не большой, сто процентов. У тебя большой. Маленький? У кого большой, блин? У меня средний. У тебя что, большой? Да, у меня опять большой. Вот, Глент, раз тебе везет в этом ролике, может попробуй попросить подписчиков подписаться. Подписчики. Любимые мои, пожалуйста, спуститесь вниз, найдите красную кнопочку подписаться. Нажмите на нее. И все, будем тут вместе тусить. А еще вам будет точно так же везти, как и мне. Я бы подписался. Ну что, тебе достается маленький рамбутанчик, держи. Блин, здесь как круто. Так, так. Блин, вкус, он ни с чем вообще не ассоциируется. Он уникальный. Знаете, вкус напоминает вот такой вкус того, чего никогда вот не найдешь в городе. Но его вкуса в городе нет, сто процентов. Очень свежо, очень так по-летнему, по-балийски. Последний. Все, я все. А еще у этой штучки есть косточка. Так. Ну что, кто-нибудь хочет прокомментировать рамбутан? Ну вкус сложно описать, потому что его нужно просто попробовать. Да, вкус неописуемый. Ну что, двигаемся дальше. Это маракуйя. Кстати, у нее вообще очень странный вкус, ребят. Если кто-то не пробовал, давайте мы попробуем и вам расскажем. Вот. Так, кому-то достанется маленькая ложка маракуйя. Ну, это тебе, Влад. Да, мне кажется, да, с моим везением сегодня. Кому-то половинка, а кому-то большая. Это сюда. Я вижу, я вижу уже это лицо Гринча делает, значит, большая. Да у тебя большая, я уверен, на сто процентов. Открывай. У тебя, значит, маленькая. У меня снова маленькая, ну сколько можно? Ну что, ты берешь себе три штучки. Благодарю. Так, тебе половинка. Все, наша задача сейчас максимально распробовать маракуйю и описать ее вкус. У меня много материала, чтобы распробовать. Так это же легкий вкус. Это малиновое варенье и чуть-чуть кислоты лимонной. Блин, ну что-то в этом есть. На вкус похоже на рай. Вкусно тебе, да? Конечно. Все время попадаются маленькие. Это как-то нечестно. Это очень вкусно. Смотри, у меня даже одна ложка больше, чем твоя была ложка. Зачем ты издеваешься? Напишите Юле, пожалуйста, в комментариях. Не издевайся над Владом. Все, я все. Опа. Магнитос из Байк. Это магнитик из Байк. Ребята, сегодня последний день и нужно привезти магнитики всем своим родным. Так что это отправляется ко мне. Нет. Да. Нет. Как вы поняли, это большая тарелка магнитиков. Здесь средняя тарелка магнитиков, а здесь... Здесь брелок. А здесь всего лишь один магнитик. Ну что, я надеюсь, что в конце ролика мне должно повезти. Я сейчас заклинание прочитаю. Так, попадись. Так, все. Вот оно, заклинание, смотрите, это большая. Я не знаю, что делать. Я просто... Просто я покупаю билеты во все лотереи сегодня. Просто супер везет! Обалдеть! Ого! Это не так плохо. Капец! А тебе вот брелок. Брелочек остался вот такой вот у меня. I love Bali! Я не знаю просто, как же сегодня везет. На такой крутой ноте мы с вами прощаемся. На этом кончаются ролики с Бали, так как мы сегодня уже улетаем. Надеюсь, вам понравилась эта серия видосов. Обязательно, ребят, подписывайтесь на канал, это очень важно. Ставьте лайки и напишите, что вам больше всего понравилось в сегодняшнем ролике. Ну а с вами был я, меня зовут Влад А4, Глент и Юлька. Всем пока-пока. Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал.